Добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас снова присутствует товарищ Кирилл. Кирилл. Он правда не Кирной. Да. Мы будем тебя звать Трезвилл. Ты будешь как римский податрицей. Ты Трезвилл. Не сопребей, а податрицей. Причем сегодня мы все трое эмигранты. Это песня. Сегодня мы все трое эмигранты. Да. Мы бросили Арбат из своих арбатских поселевцев. Приехали на Тверскую. Тверскую. Да. Вот нас пригласил Кирилл. Потому что он сказал, что у него есть... Он давно с него. Он с него у нас год, собственно говоря. Он на последний раз присутствовал в нашей подкасте год назад, в марте 2010-го. И прослушав нашу тему про интеллигенцию, он очень возбудился. Сказал, что тема сисек и интеллигенция не раскрыта. И поэтому он набросал какие-то свои темы. Даже не одну, а по-моему, штук 10. Может, объединим, раскроем тему сисек и интеллигенции? Да. И интеллигенция с сиськами. Мне кажется, надо непосредственно еще будет визуал. Да-да-да. И главное, интеллигенцию с сиськами не забывать. О, какой счастье. Ну так что, Кирилл? Что будет за темы, собственно говоря? Ну, на самом деле, отчасти продолжение той темы, которую мы в последний раз обсуждали. Это проблема давно, собственно, поставленная. Это проблема российской интеллигенции. Оно еще что, жива? Мне кажется, мы с ним начнем будет дело право сообщения. Да, она существует. Если она существует, значит, проблема еще жива. Конкретнее, если говорить, то я хотел поднять следующий вопрос. О российской интеллигенции и ее роли, ее разрушительную роль в истории. Какая такая роль? Он прав. Ну, видите, Хефиц не может быть неправ по сути своей. Это знают все. Да, да. Ну, здесь как раз есть несколько интересных тем, которые предлагают сегодня. Во-первых, в моем понимании российская интеллигенция, как она планировалась, это такая часть фургирующаяся еще буржуазии, которая за счет того, что не была допущена к власти в свое время, еще во время Российской империи, начала проявлять различные центробежные тенденции, которые, в частности, проявлялись в различных стремлениях, естественных стремлениях к демократическим институтам. О господи. Нас половина зрителей не поймет. Поймут, поймут. Нет, я... Ну, хорошо. Мы раньше хотели введение конституции и так далее. Все понятно. Это все мы знаем и так далее. О чем это кончилось в начале XX века, мы тоже знаем все. Вот я хотел бы понять, почему же российская интеллигенция... Обсудить и понять, почему же в российской интеллигенции сочетаются такие странные функции, скажем так, функции разрушительные, потому что в конце XX века она собирала такую же уроку. Постоянные функции разрушения, но при этом, что интересно, как только приходит новая власть, интеллигенция почему-то постоянно устраняется от управления. Ты кого называешь интеллигенцией вообще? Да. Я не понимаю, мы же обсуждали в прошлый раз, кто такие интеллигенты. Говно нации. Нет, это само собой. Надо с самого начала начинать. Мне кажется, ты... Когда говоришь интеллигенция, ты сразу имеешь... Конкретный фрагмент. Да, нет, нет, там, значит, ты что-то сказал там, значит, к управлению государством. Ты имеешь, ну, некий, что ли, социальный слой? Это, боже, стоп, блин, стоп. Так какая же это интеллигенция? Ты путаешь. Я не понимаю, что именно это. Нет, вообще, ты путаешь. Ты путаешь, на мой взгляд, интеллигента и то, что называется буржуа или средний класс. Вот об этом я как-то сказал. Так это не одно и то же. Нет, 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 здесь есть один маленький нюанс. В России существовала интеллигенция и развивающаяся буржуазия в тот момент Российской империи. Но это были две разные прослойки. Они остались двумя разными прослойками. Для меня первый российский интеллигент существует в единичном представительстве, как всегда и везде. Для меня интеллигент первый русский – это юродик. Я тебе скажу, что такое интеллигент для меня, я уже говорил, еще раз скажу. Это человек, в личности которого органично соединены высокий творческий потенциал и высокий потенциал нравственного. Отличный. Убринен разве не был таким человеком? Абсолютно нет. Ленин – совершенно безнравственный человек. Изначально? Абсолютно изначально. Он ведь изначально был стресс. Ничего подобного. Он рожден был моральным уродом и об этом есть свидетельство его старшего повешенного брата, который его терпеть не мог. Может, поэтому и повесился? Не знаю почему. Нет, он же не сам повесился. Совестный. Это провокация. Не стыдно совести. Поэтому Ленин абсолютно безнравственный человек. Совершенно. Поэтому я еще раз тебе говорю – это разные вещи. Интеллигенция русская к управлению государством допущена быть не может. Отчасти потому, что основная масса интеллигентных людей вообще не имеет никакого отношения к какому-то допуску к власти. То есть они могут подсказывать, они могут разрушать, участвовать в разрушении, но при этом потом что-то строить они уже не могут. Почему? Нет, они могут, но как правило интеллигентные люди в России во всяком случае к власти не допускаются. Смотрите, они разрушают предыдущие институты власти, а при этом потом уже формируют новую власть. Почему же они не отпускаются к этой власти? Потом я тебе скажу, как я это понимаю, я могу ошибаться, но на мой взгляд перед интеллигентным человеком не стоит задача разрушения или созидания. Интеллигентный человек делает две вещи в жизни. Он реализует талант, данный ему Богом, и поступает свободно, то есть по совести. Юрий, я с вами согласен, я говорю не о том, а не задача… А мы на «вы»? Ты хочешь говорить, что мы на «вы»? Нет. На «ты». Он интеллигентный человек. Я подумал, что у меня много. Да. Да. Окей. Нет, просто ты говоришь о том, что стоит задача, а я говорю о том, как было в истории. И, к сожалению, задачи могли стать интеллигентными разными, но функции… Мы с тобой о разных вещах мы с тобой говорим. Ты считаешь, что в российской истории существовал и действовал некий класс интеллигентов, правильно я тебя понимаю? Ну, прослойка. Прослойка. Ты считаешь, да? Вот так вот было, ты считаешь? Ну, она была всегда разной тогда. Её никогда не было. Я ещё раз тебе хочу сказать, что это не интеллигенты, это образованцы, это культурные люди. Нет, образованцы. Это всё, кто угодно. Интеллигент – это Дмитрий Лихачёв. Где ты видел, когда в России прослойку Лихачёвых? Где и когда? Мне кажется, их в мире нигде вообще нет. Что… Это я не знаю. Я в другом мире не жил. Стоп, стоп, стоп. Тебе кажется, что там не жил. Но я могу допустить, что в мире их нет нигде. Но для меня… Понимаете? Вот, ребят, вот смотрите. Я обожаю постановку вопроса, свойственную Эмирабу Константиновичу Амардашину. Он говорил, любой вопрос, любая проблема должна быть доведена до абсурда, до крайнего состояния, до границы. Только тогда, когда какой-то вопрос стоит на грани бытия и небытия, в нём можно что-то разглядеть. Понимаешь, да? Вот. Я доложу по его методике слово «интеллигенция» до границы бытия. И при этом уходите от его определения. Нет, наоборот, я даю определение. Интеллигент в его единственно возможном для меня представительстве – это человек, сопрягающий высокий творческий потенциал с высоким потенциалом нравственным. В этом смысле, говорю я… Хорошо. Можно говорить слово не «интеллигент», а «интеллигенты»? Нельзя. То есть нет такого слова? Нет, подожди. Нет, слово «есть». Просто они не могут быть в России, во всяком случае, они никогда не были представлены в массовом порядке. Где они тогда были представлены, мне кажется, интеллигентством. Он опять скажет, что «интеллигент» и «жест». Не знаю. Может быть, в Америке. Я не знаю. Я хочу сказать, что в российской истории интеллигенты действовали, действуют и будут действовать, дай Бог, всегда в единичном количестве. Юра, а может ты путаешь слово «интеллигентство» и «личности»? Одно и то же. Безусловно. А «личности» есть. Не обязательно личность. А обязательно личность. Игорь, мне кажется, что личности действуют всегда. Какую бы прослойку мы не обсуждаем. Всегда есть какая-то личность, которая является актором процесса, которая является мотором и так далее. Хорошо. Давайте я вступлю. Окей. Я согласен. Знаешь, почему? Ленин – личность, безусловно. Он не интеллигент. Однозначно. Вот это правильно. Это не одно и то же. Личность может быть со знаком минуса. Я тут согласен. Личность может быть интеллигентом, а может быть и не быть. Поэтому давайте примеримся вот на чем. Когда ты скажешь… Они не были интеллигентами и так далее. Люди, которые жили в народ. Смотри, давай мы так. Не были интеллигентами. Если ты принимаешь мое определение личности, что это вот… Я… Ой, не личность, а интеллигента. Что это личность… Я не могу понять, есть ли интеллигенты. Есть, но они не представляют собой прослойку. Их очень мало. Сейчас… Вообще всегда. Иногда согласен. Нет, мне кажется, что в 2015-е начало 20-е… Ну, хорошо. Но это тебе кажется, потому что ты смотришь отсюда туда, школьный курс Герцена. Не из всех там Герцена, Горёв, Чернышевский, Добролюбов. И тебе кажется, что их было много. Нет. Главное, я хочу сказать о том, что, говоря о разрушающей функции интеллигенции, я возвращаюсь к тому, что я изначально сказал. Я не говорю, что это плохо. Что важно. Я говорю, что вот, к сожалению… Что иногда нужна эта разрушающая, да? И более того, действительно, она иногда, возможно, и нужна. Я… Я не согласен с тем, что у интеллигенции есть некая функция, так сказать, разрушающая или созидательная. Так сказать, средний класс, да, культурные образованные люди. Такая прослойка есть. Да. Я соглашусь с тобой, что в разрушении старой власти, в образовании новой участвуют образованные культурные люди. Давай тогда не говори. Давай. Тогда не говори слово «интеллигент». Хорошо, отлично. Тогда мы говорим о культурных образованных людях. Совершенно верно. Ха. Тогда, получается, уже стерляется смысл нашей темы. Нет, не теряется. Он же говорит о том, что именно интеллигенция все разрушает. Это… Если мы сейчас это слово вычеркнем и скажем, что все разрушают не пролетарии, а культурные образованные люди, то тема наша приобретает единственное верное и нужное звучание. Тем самым говорим, что власти всегда стоят не культурные, не образованные. Как правило. Да. Как правило. Как правило. Как правило. Кирилл совершенно прав. Потому что булыжник – орудие пролетариата, которого научили выковыривать булыжники из мостовой. А научили его выковыривать не пролетарии. Безусловно. Научили его Карл Маркс… Даже не жизнь. Нет, нет. Научили его Маркс, Троцкий и Жеснины. То есть люди, овладевшие неким культурным потенциалом, образованные, начитанные, совершенно безнравственные. То есть вот в лес не ходить, абсолютно. Кстати, по поводу безнравственности – это вообще интересный кризис. Потому что вам возможно как раз, давайте говоря о культурно образованных людях, говорим о их безнравственности. Давай. Как ты утверждаешь, она есть. Более того, правственности нет. Ну хорошо. Мне кажется, что нравственность – это момент, который формируется постфактум. На самом деле мы можем оценить. А что такое нравственность? Что такое нравственность? Легко. Вот это я могу легко сказать. Ну ты расскажи мне. Я не знаю. Тут надо сразу вопрос разделить. Включаем он… Нет, нет, нет. Это все еще просто. Включаем мы понятие Бога или нет. Окей. Если мы не включаем понятие Бога, то нравственное поведение – суть поведения свободное. А свободное поведение – суть поведения по совести. Боже мой. Стоп. Если этот человек не включает… Совершенно верно. Человек может не верить в Бога. Да. И пропагандировать атеистические идеи. Да. Но при этом стараться поступать по совести. И тогда он считается нравственностью. Нет. Да. Если он поступает и говорит по совести, в какой бы ситуации он не находился… Когда верит ли Бога или не верит, тогда не важно. Он может не верить Богу, если бы по совести не верить. Совершенно верно. Не важно. Я просто хочу в скобках заметить, что когда он говорит «Я не верю в Бога», это он так говорит. На самом деле он верит в Бога. У него другой Бог. Совершенно верно. Он просто другой Бог. Он просто нарисовал себе. Да. Он просто нарисовал себе мужика, сидячего на облаке. А на самом деле Бога… Ну, оставим это. Да. Я просто хочу подчеркнуть, что для меня нравственен тот, кто в любую единицу времени, в любой точке пространства поступает по совести. Находится ли он в постели с женщиной или он на рабочей В постели с женщиной особенно. Это очень. Можно сказать, там не нужна нравственность? Да что ли. Вот они интеллигенты. Вот они интеллигенты. Отличная тема следующего подкаста. Понимаешь, да? Да ты скажешь такое в постели с женщиной поступать? Вы подумали. Нет, это очень легко. Хорошо. Лгать ей или не лгать? Мне кажется, а, лгать ей или не лгать, это надо до постели. Нет, почему? Потому что это тоже надо. И до, и там, и после. Да. Так вот, значит… Что я? Да. Так вот, кто поступает и говорит по совести, Кирилл, то для меня нравственный будет. Ну, отлично. Я согласен. Вот. Ну, ты все. В этом смысле. Тогда как можно говорить, что господин Трунский поступал не по совести? Я тебе говорю, что он поступал не по совести точно. Так. Интересно. Ну, ты его лично знаешь просто. Да дело не в этом. Да дело не в этом. А дело, по счастью, в том, что совесть есть качество имманентно присущим любому человеку. Так. Ее голос можно подавлять, игнорировать. Так. Можно на нее кричать. Так, отлично. Но она есть. Как это соотносится с господином Трунским? Очень просто. Его деятельность. Его политика. Значит, то, что он делал. По собственному. Деятельности у него было достаточно мало. У него было очень много слов, как правило. А деятельность... Значит, слова поэта – суть его дела. Ну, ты понимаешь? Вот. Значит, понимаешь, да? А он был поэт революции. Красной армии. Да. Безусловно. Безусловно. Так вот, деятельность господина Троцкого вела к массовому тотальному убийству. Как и деятельность других. Совершенно верно. Совершенно верно. И абсолютно. Больше того я скажу. Я убежден в том, что и Ленин мучился муками совести, и Сталин мучился ими. Более того, я думаю, что есть современные власти мужчины. Безусловно. Конечно. Потому что, хочешь ты или не хочешь, родиться бессовестным ты не можешь. Так устроена человеческая жизнь. Хорошо. То есть ты говоришь о том, что человек бессовестным становится в силу... В силу подавления голоса совести в себе. Тренировки определенные. Да. Объясняется тем, что он сам находится у власти, или же это объясняется как-нибудь его внутреннее? Конформизм. Это объясняется тем, что человек видит перед собой зримую выгоду. Троцкого, я думаю, что сложно было назвать конформистом. Троцкого был конформистом. Я бы сказал, что ради власти. Я думаю, что нет. Он никогда не был конформистом. Он не был ни до того, как он бывал. Кирилл. Ради власти. Ради власти над миллионами людей этот человек, гиперкомпенсируя свое местечковое ничтожество и свою черту оседлости. Не только свою, а секторское поколение. Да? Так. Гиперкомпенсируя это, он пошел на сделку. Он подавил себе голос совести ради той выгоды, которая перед ним маячила. И это конформизм чистой воды. И более того, все эти товарищи, которые учили в гимназии закон Божий, а кого-то успели в синагоге научить каким-то основам культуры. Да? Все эти товарищи убили в себе голос совести. Хорошо. Но мне кажется, что я... Извините. Извините. Да ничего страшного. Мне кажется, что Троцкий-то, собственно говоря, никогда и не хвастается совестью. Кирилл, они никто... Но, что важно, а вы и люди искусства, люди культуры, люди писатели, которые этим всегда хвастались... Это смотри, Кирилл... Мне кажется, что они... Кирилл, родной, можно хвастаться, можно не хвастаться. Это, знаешь, это вопрос еще кроме совести и культуры. То есть человек культурный... Культурный, скажем так... Нет, нет, смотри, человек культурный, он не хвастается такими вещами. Он не рассказывает там, сколько у него было женщин. Понимаешь? Знаешь, да? Нет, нет, мы не уходим, это все тоже. Он не хвастается своими победами над своей совестью. Он это держит в секрете, понимая... Слово «понимаю» я беру в кавычки, что это стыдный акт. А человек некультурный, он этого не понимает. Вот я человек некультурный. Я всем всегда говорю, что я сволочек. Ну, это совсем из другой оперы, Андрей. Оставь это. Да, это все... Это называется... Как же она? Это так и называется? Нет, нет, забыл эту фразу. Ну, не важно. Короче... Гордыня, которая паче скромности. Это однозначно. Гордыня тут. Да, вот. Так вот я что хочу. Да, значит, возвращаясь. Безусловно, образованные культурные люди виноваты в кавычках во всех социальных потрясениях. Ибо это они провоцируют их. Ибо это они в кавычках во всех массы какому-то поведению. Они в кавычках организуют тот идейный массив, который зажигает вот эту толпу. Все эти красивые слова. Вперед проклятием заклименным. Да. Вставай, вставай, родная Русь. Да. Все эти красивые слова не рождаются в мать. Вопрос. Да. Почему именно в нашей стране эти люди доводят эту степень разрушения? Да. Абсолютно. Нет. Почему? А великая французская революция, Кирилл... Хорошо, она у них была одна. Это... Это... Да. Это да. Но Франция меньше России просто. А то есть размеры... Размеры и значения как бы. Не изначения, безусловно. Потому что... Потому что... Нет, нет. У нас все нормально. Мы не уходим просто никуда. Да. Высота цунами, высота прямо связана с дворозрушительной силой. Не, не знаю. Это во всем мире так было. Я тебя уверяю. Просто... Вот, кстати, чуть-чуть... Небольшой вот экскурс. Ну, это не Окса, вы скажете, а Бекар такой. Назад... Я считаю, что есть вообще определенная такая традиция. Она, наверное, не столько... Мы уже говорим про интеллигенцию. Когда человек хочет добиться какой-то цели, он даже идет на специальные курсы, где специально тренирует себе убийство, определенные совести, еще какие-то... Наверное. Этих курсы очень много. Эти курсы очень много. Я не понимаю, что это коучинг. Эти курсы считают жизнь. Нет, нет. Есть этот коучинг. Да нет, все что угодно. А тогда да. А тогда жизнь... Нет, это да. Потому что есть в Америке определенная та же профессия людей, которые считаются просто высоким классом сейлеров. То есть их все не любят, но с другой стороны все понимают, что этот человек продает все. Их называют там канадцами. Я не знаю, как в России их называют, а те, которые стучатся в любую дверь и предлагают тебе что-то купить. Наверное, потому что они по Канаду. Их не предлагают. Канадцы, это слово Канада. Просто это повелось... Потому что когда-то там действительно канадцев нанимался, это просто история. Да. Там называют просто так. То есть этих людей невозможно оскорбить. Этих людей невозможно послать. От них невозможно отделаться. Потому что они проходят жесточайший курс убийства в себе определенных вот этих качеств, о которых сейчас говоришь. То, о чем мы сейчас говорим, вот Юра был абсолютно прав. Любой человек, который достигает, хочет достичь определенной цели, будь то власть, будь то еще что-то такое, он принципиально готовится к этому, убивая, подавляя в себе определенные качества. Это даже целенаправленно заранее осознанный шаг. Но фильм-конформист. Вы знаете, отличный фильм. Я хотел бы сказать, в итоге, что обсуждая тему интеллигенции, где бы то ни культурно образованных людей, почему-то эта тема никогда никем не раскрывается. Я тебе объясню почему. Вы подтвердили. Я тебе объясню почему. Вообще, скажи мне, а что людям рассказывается, объясняется и раскрывается? Вообще, ничего, никто толком людям не рассказывает и не объясняет. Иногда у людей существует предположение, что им все это объяснено. Потому что демиза работает. В этом случае нам этого не удалось. Мы не для этого работаем. Мы работаем на себя. Мы сами себе пытаемся что-то объяснить. При этом они нас бедно не слушают. А это их проблема. Они могут не слушать. Они могут отключить. Никто не заставляет. Да, кстати, вот великое изобретение. Это телевизор. Интернет всегда можно выключить. Конечно. Знаешь, работает телевизор всегда. И там идет псевдо-квази-пропаганда. Квази. То есть тебе как бы рассказывают, как надо ставить клизму. Как? Тебе показывают, как надо ставить. На самом деле тебе не рассказывают самое главное. Во-первых, тебе не рассказывают, что без нее можно обойтись. Тебе никогда не объясняют истинные причины того, что с тобой происходит. И самое главное, тебе никогда не расскажут, что с тобой делают в тот момент, пока ты смотришь телевизор. Тебе ставят клизму. Заднепроходное затылочное отверстие. Средний ухо. В фильме «Матрица», в самом первом фильме «Матрица», там второй фильм «Революции», мне вряд ли это вот эти, вот второй, третий фильм, а то уже было, там, за Зион, я смеялся страшно. Но в первом фильме «Матрица» был потрясающий момент. Помнишь, когда ему показывают, как на самом деле выглядит мир? Где все они болтаются в этих колбах, где им вставлены, понимаешь? Эта метафора была великая. Нет, там очень много метафора понятных. К сожалению, потом сценарий, на мой взгляд, пошел, так сказать, по голливудскому пути собирания бабок. Да, что естественно. Да, что естественно. Но на самом-то деле метафора была потрясающая. Остановись на этом фильме, мне кажется, да, он бы выиграл, ну, не в деньгах, не как бы он проиграл, а выиграл бы... Кто тебе мешает остановить на этом фильме? Да, ликни. Да, ликни. В общем, дорогие наши слушатели. Граждане. Сов граждане. Да, слушатели и... Терпители. Терпят хеитицы, те, как Херима. Матрицу, да, и так далее, выключайте, пожалуйста. Выключайте вовремя, да. Включайте сцену. А что касается слушателей, не слушайте эту передачу, не смотрители, не смотрите. Они уже слушают, куда деваться. Вольному воле, бедному району. Не смотрел, что мы не раскрываем всегда, и сейчас нам этого не удалось, но тем не менее мы стараемся. Когда Гиббельс сказал при слове «культура и охватаюсь за пистолет», он очевидно... А кто? Нет, а кто? Это не Гиббельс. А кто? Это он сказал. Это Кирилл сказал. Ну, ему Гиббельс. То есть пистолет французского и Валерийского, он сказал «не верно». Тогда не было пистолетов. Тогда не было пистолетов. Нет, это точно не было Гиббельс. Ну, это не важно. Хорошо. Когда некто сказал, когда я слышу слово «культура и охватаюсь за пистолет», он имел в виду тему нашего сегодняшнего разговора. Что во главе всех разрушительных социальных движений стоят пассионарии. Культурные и образованные люди. И стоят они потому, что они люди не интеллигентные, ибо совершенно безнравственные. Это хорошо. Для истории, да. Знаешь, как написано в Библии, нельзя не прийти соблазну, но горе тому, через кого он приходит. В общем, да. Один дельный совет мы все-таки можем дать, если вы хотите ставить в власти, убейте в себе нравство. Нет, мы другой совет дадим. Если вы хотите стать интеллигентными людьми, то есть сопрягать в рамках своей личности творческий и нравственный потенциал, слушайте наши подкасты. Смотрите их. А? Да, да, пускай слушают. Да почему нет? Блин, он сегодня велик. Да, и так как доктор Хефиц уже выпил свой какао. Кирилл, да, вы очень добрый. Не только какао. Да, нам не бьем. Да, с 90-го года нечем. Да, нам нечем чокаться, мы просто скажем. Ну просто. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok